Добрый вечер! Вы смотрите Вести Кабардино-Балкария в студии Натальи Юсупова и в начале выпуска. Коротко о наиболее заметных темах дня. Свыше трех тысяч вакансий в свободном доступе. Какие рабочие места предлагаются искателям центра занятости республики? Кинотеатр «Победу» реконструирует, а в библиотеках появятся компьютеры. О модернизации объектов культуры журналистам рассказал профильный министр. Стимул для будущих чемпионов. Я рад, что я буду уже заниматься в нормальных условиях. В Чигемском районе сдали в эксплуатацию новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Юрий Коков провел совместное заседание антитеррористической комиссии оперативного штаба в Кабардино-Балкарской республике. С подробностями Беслан Судимов. В работе заседания приняли участие главный федеральный инспектор по КБР Алексей Вербицкий, председатель парламента Кабардино-Балкарии Ануар Чеченов, руководитель Министерства ведомств силовых и правоохранительных структур, глава администрации муниципальных образований республики. Обсуждены вопросы об оценке оперативной обстановки и мерах по обеспечению общественной безопасности, предотвращению террористических и экстремистских проявлений в период празднования Дня знаний и Дня государственности КБР, о результатах исполнения комплексного плана противодействия идеологии терроризма в России на 2013-2018 годы, в Кабардино-Балкарии на 2013-2015 годы, об обеспечении безопасности в ходе выборов в парламент КБР, об утверждении перечни объектов возможных террористических посягательств. Заслушанная информация министра образования, науки и по делам молодежи Нины Емузовой, министра внутренних дел по КБР Сергея Васильева, начальника главного управления МЧС по республике Михаила Надежина, глав ряда муниципальных образований о состоянии антитеррористической защищенности учреждения образования, объектов проведения праздничных мероприятий, мест массового скопления людей. Несмотря на относительную стабилизацию криминогенной ситуации, положительную динамику борьбы с преступностью, подчеркнуто на заседании, нельзя недооценивать сложность оперативной обстановки, исключать попытки ее обострения. Поставлены задачи по реализации комплекса дополнительных мер, направленных на обеспечение безопасности населения республики, предотвращение чрезвычайных происшествий. Особое внимание обращено на процессы вовлечения молодежи в экстремистскую и террористическую деятельность, необходимость совершенствования профилактической работы с участием представителей институтов гражданского общества, придания ей адресного характера. Обозначен ряд проблем, связанных с информационным и процессуальным реагированием на пропаганду идеологии терроризма, социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, амнистированных участников НВФ, повышением активности официального духовенства в целях пресечения распространения радикальных взглядов. Рассмотрены вопросы антитеррористической защищенности особо важных объектов и объектов жизнеобеспечения. В рамках подготовки к проведению выборов в парламент КБР, антитеррористической комиссии оперативному штабу руководителям городских и районных округов предложено принять исчерпывающие меры по обеспечению неукоснительного соблюдения законности избирательных прав граждан. Уровень безработицы в республике снизился. С начала года трудоустроено почти 4 тысячи человек. Официальную статистику сегодня озвучили в Госком занятости Кабардино-Балкарии. Осман Казаков продолжит. В текущем году в Кабардино-Балкарии открыто сотни новых рабочих мест. Кроме того, городские и районы и центры занятости переориентируют состоящих на учете безработных и направляют на переобучение. Таким образом, новые специальности получили и уже трудоустроились 400 жителей республики. В планах Госкомитета переквалифицировать до тысячи человек. В нынешнем году на обучение стали направлять имам, находящихся в декретном отпуске. Одним находят постоянную работу, другим – сезонную. Сегодня в банке данных Госком занятости несколько тысяч свободных вакансий. Основная часть – рабочие специальности. Свыше 3000 вакантных мест на сегодняшний день заявляют работодатели в органы службы занятости населения. Из них порядка 77% – это специалисты, требуемые по рабочим специальностям. Имеется в виду тока и слесарь, строительные специальности, плиточники, мозаичники, штукатурщики. Помимо этого требуются и механизаторы, а в бюджетной сфере требуется больше всего у нас спрос и вакансий медицинских работников, в том числе младшего медицинского персонала. А также в сфере образования – это и преподаватели, и воспитатели детских садиков. Ильяс Кожаков сразу после политехнического техникума устроился оператором ПК на завод высоковольтной аппаратуры. О вакансии узнал в городском центре занятости. Не хочется сидеть на шее родителей, когда можно самому заработать, отмечает парень. Стыдно, когда ты не работаешь. Не стыдно, когда ты работаешь. Шикарная, приемлемая работа. В помощь безработным службы занятости регулярно проводят ярмарки вакансий. Их несомненный плюс в том, что потенциальный претендент на трудоустройство имеет возможность напрямую контактировать с работодателем и на месте обговорить все детали, отметили в центре занятости. Осман Казаков, Заур Едуев, Марат Татруков, Адмир Сабанчиев. Вести. Кабардино-Балкария. В Руанском районе прошел экологический рейд. Накануне сотрудники Минприроды проинспектировали санитарное состояние населенных пунктов. Об итогах проверки Адам Абазов. Селение Псаганцу. Проверку санитарного состояния района ведомственная комиссия начала именно с этого населенного пункта. Стихийную свалку при въезде местная администрация ликвидирует регулярно. Едва бульдозер соберет одну гору бытовых отходов, рядом вырастает другая. В селе организован постоянный вывоз мусора, но часть жителей предпочитает сбрасывать его прямо в пойму реки. Это природоохранная зона, где категорически запрещено складирование вообще каких бы то ни было предметов, а здесь происходит складирование твердых бытовых отходов. В день, когда приехала инспекция, в пойме реки шла очередная уборка мусора. В администрации Псаганцу говорят, с людьми постоянно проводят беседы, организовывают субботники, нарушителей наказывают штрафами. Думаем, что со временем этого вывоза мусора в пойму реки не будет. Мы это постараемся. Будем продолжать агитировать население, беседовать с ними. Продолжим работу в этом направлении. В качестве показательного примера борьбы за чистоту комиссия Минприроды привела к Ахун. Еще в прошлом году на окраине села находилась стихийная свалка площадью 6 гектаров. Силами района администрации на Урванский полигон вывезли почти 25 тысяч тонн отходов. Теперь вместо зловонных дюн здесь закрытый мусоросборник. Цель этого накопителя, значит, свозятся отходы, временно складируются вот в этом прекрасном месте и с накоплением они вывозятся на городскую свалку. Сейчас на полигоне завершают укладку специального дренажного слоя. Он должен предотвратить загрязнение почвы и грунтовых вод. Работы планируется завершить этой осенью. Итоги рейда подвели на совещании в Нордкале. Касаемо и санитарного состояния в первую очередь, и руководством Урванского района достигнуты заметные результаты по многим направлениям. Закрыта и рекультивирована отработанная свалка города Нальчик на территории муниципального района. И на сегодняшний день ведутся работы, поведение в эксплуатации нового полигона. О нарушении, которое выявила комиссия Минприроды в Урванском районе, главам сельских администраций предстоит устранить в кратчайшие сроки. Адам Абазов, Эдуард Ногмов, Вести, Кабардино-Балкария. Сегодня в Чигемском районе сдали в эксплуатацию новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Это еще одна возможность для развития массового спорта в республике. По заверениям дирекции, ФОК ежедневно сможет принимать до 100 человек. С церемонии открытия нового объекта. Карина Аванесова. Открытие физкультурно-оздоровительного комплекса в селе ждали давно. В Нортане до этого не было ни одного спортивного сооружения. В новом ФОКе универсальный зал, тренажеры, две раздевалки с душевыми и медпункт. Это первое здание, которое спортивное, построено здесь. Это очень значимо для села. Очень много детей наших ходит, в Нальчик ездит. Многие не могут поехать в Нальчик на тренировки. Здесь будет заниматься по греканинской борьбе секция и по дзюдо. Пока. А так мы еще думаем открыть секцию по теннису настольному. Торжественную церемонию открытия комплекса селяне назвали днем рождения новых спортивных достижений. Поздравить их со знаковым событием прибыли представители власти и старожилы. Открытие решили отметить показательными выступлениями. О достижениях местных спортсменов красноречиво говорят длинные ряды кубков, медали и грамоты. Я очень рад, что на машине спорткомплекс. Я занимаюсь спортсменом уже 9 лет. Я рад, что я буду заниматься в нормальных условиях. Продолжением праздника стал концерт с участием местных артистов. Карина Аванесова, Заур Конкулов, Вести Кабардино-Балкария. С сентября в России начинает работать новая программа поддержки отечественного автопрома. Она предусматривает скидки на новые машины при условии утилизации старых. Минпромторг подготовил краткосрочный механизм стимулирования отрасли, которая в связи с падением спроса переживает не лучшие времена, пишет сегодня российская газета. В ведомстве рассчитывают, что до конца года через этот механизм будет реализовано более 170 тысяч новых автомобилей разных классов. Воспользоваться программой смогут как простые граждане, так и юридические лица. Скидки будут зависеть от условий сдачи старого авто. При утилизации легковушки можно рассчитывать на уменьшение стоимости покупки до 40 тысяч рублей, грузовика до 350 тысяч, а по программе трейд-ин от 40 до 300. Такая поддержка автопрома по предварительным расчетам обойдется федеральному бюджету в 10 миллиардов рублей, отмечает издание. Кинотеатр «Победа» будет реконструирован. Об этом заявил министр культуры Республики Махадин Кумахов. Сегодня в Нальчике он провел пресс-конференцию для представителей региональных СМИ. Вопросов к профильному министру в год культуры у журналистов было немало. Состояние сельских клубов и ДК стало одной из главных тем диалога. Сегодня в Кабардино-Балкарии их более 150. По словам Махадина Кумахова, в 8 населенных пунктах они закрыты по причине аварийности. Но в этом году уже начат их ремонт за счет средств республиканского бюджета. Кумахов напомнил, что осенью будут открыты сразу три обновленных объекта культуры. Кабардинский и музыкальный театры, а также курс зал. В Балкарском театре капитальный ремонт уже начался. Журналистов интересовало также будущее кинотеатра «Победа». Вместе с улицей Кабардинской от Советской до Ногмова начинается и капитальный ремонт кинотеатра «Победа». Вы помните, там два зала, большой и малый. Вот малый зал отдается под кукольный театр. Это решение руководства, это уже объявлено об этом. Ремонтируют и национальный музей, на очереди библиотека для слепых. Кстати, до конца года все библиотеки республики должны компьютеризировать. Журналисты интересовались предстоящими событиями в культурной жизни Кабардина-Балкарии. Мухадин Кумахов рассказал о фестивалях танцы над Эльбрусом и купола России, которые намечены на осень. А также обещал выступления в Нальчике известных классических исполнителей из-за рубежа. К другим темам. Республиканские хранилища уже приняли более 175 тысяч тонн овощей. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Минсельхоза КБР. При среднегодовой потребности Кабардина-Балкарии в 120 тысяч тонн в этом сезоне земледельцы планируют собрать в три раза больше. Одновременно со сбором овощей на консервных заводах региона идет их переработка. Уже получено свыше 103 миллионов условных банок консервированного зеленого горошка и огурцов. Также продолжается уборка гибридных сортов кукурузы. В Турнаузе открылась выставка работ местных художников. Называется она «Мелодия гор и равнин». В экспозиции картины из коллекции известного в республике деятеля культуры Даниала Хаджиева. На вернисаже побывала наш корреспондент Инна Богатырева. Работы таких мастеров живописи, как Николай Острякин, Александр Поляков, Илья Давыдов и Николай Трындек в городском ДК выставляются не первый год. Эти имена известны не только республиканской публике, но и в более широких кругах. У каждого из них свое место в нише российского искусства. Такую оценку творчества местных художников на открытии выставки в Турнаузе дал почетный гость Кабардино-Балкарии ведущий специалист Русского музея Сергей Ливандовский. Мастера высокого класса, можно сказать, и большие самородки. Даже если не имея художественного образования, такого основательного, как, например, Сулеймен Будаев, он достиг очень больших высот мастерства и разрабатывает свою такую совершенно тему, индивидуальную природу этих мест и технические, очень совершенные работы. Основой экспозиции – горные и равнинные пейзажи, портреты, натюрморты. Есть и экскурсы в недалекую историю. К примеру, картина художника Мадгири Анахаева «Покинутый аул» рассказывает о трагедии целого народа, депортации балкарцев. Художник признается, свое вдохновение он черпает в сюжетах, созданных самой жизнью. Как входишь в рабочее состояние, там же больше не настроение, а состояние человека. Насколько душа богатая, разнообразная, в общем-то, это все хотя-нехотя выплескивается на холст. Показать красоту природы и человеческой души – главная цель выставки, считает ее организатор. В коллекции Даниала Хаджиева более тысячи картин художников Кабардино-Балкарии. Сейчас на суд публики он выставил десятую часть. Полотна к экспозиции подбирал тщательно, чтобы не нарушать общий замысел. Такие незамудренные картины. Тут есть несколько абстрактных работ, но они так для украшения. А так в основном это реалистические работы, как бы народное наше искусство. Выставка продлится до ноября. С картинами смогут ознакомиться не только ценители искусства. Запланированы также экскурсии для школьников и воспитанников учреждений доп. образования. Инна Богатырева, Азамат Табухов, Вести, Кабардино-Балкария. И последняя легкоатлетка из Кабардино-Балкарии Мария Кучина выиграла очередной этап бриллиантовой лиги. Он проходил в Цюрихе, сообщает сегодня Всероссийская Федерация Легкой Атлетики. В секторе прыжков в высоту наша землячка повторила свой личный рекорд. С первой попытки преодолела двухметровый рубеж, отодвинув на второе место хорватку Анну Шимич. Добавлю, что благодаря удачному выступлению в Цюрихе, Кучина в настоящий момент является победительницей бриллиантовой лиги в общем зачете. Это была последняя информация выпуска. Далее прогноз погоды от центра ФОПОС. Все наши выпуски вы можете еще раз найти в интернете на сайте вестикбр.ру. Добрых вам вестей! Раян. Лучший продукт 2014 года. Даже солнце не затмит вас. Салон Ленар Оптика представляет потрясающую коллекцию солнцезащитных очков 2014 года. Для него... Торговый центр офиса ДОМ. Это огромный выбор офисной мебели российского импортного производства всех ценовых категорий. Наш адрес улица Кирова 294. ДОМ.